Одним из самых неизученных регионов нашей планеты является Антарктида. Неудивительно, что именно там ученые встречают самые загарочные находки. От древнего ДНК возрастом в 1 миллион лет до огромной подземной реки. С вами канал ФакТОПС и в этом выпуске вы узнаете о самых необычных открытиях, сделанных в Антарктиде. Погнали! Фрагменты ДНК возрастом в 1 миллион лет Исследуя образцы донных отложений в море Скотия, которое расположено между островами в южной части Атлантического океана, исследователи случайно обнаружили ДНК древних микроорганизмов. Их возраст оценивается в 1 миллион лет. Сохранить останки помогли низкие температуры и уровень кислорода. Извлеченные образцы называются СИДДНК или осадочная древняя ДНК. После обнаружения в лаборатории ДНК прошла комплексный процесс контроля загрязнения, чтобы гарантировать точность определенного возраста. Морские экологи утверждают, что это самая старая СИДДНК, подлинность которой подтверждена на сегодняшний день. Древний генетический материал был извлечен с глубины 178 метров под морским дном. Однако ученые не уверены, какому виду принадлежат самые старые образцы ДНК. Но самые последние образцы, вероятно, происходят из группы фитопланктона, известного как диатомовые водоросли. Но это еще не что по сравнению со следующими находками. Смотрите далее, чтобы их узнать. Подземная река Совсем недавно международная команда исследователей обнаружила речную систему под лосым слоем льда Антарктиды. Длина этой системы около 460 километров. То есть она больше, чем река Темза, протекающая в Лондоне. Площадь сбора воды превышает территории Германии и Франции вместе взятые. Также эта речная система достаточно сильно влияет на состояние антарктических ледников и скорость их таяния. Это открытие показывает, что в основании ледяного щита происходит большой сток воды, что может делать ледовый щит более восприимчивым к изменениям климата. Некоторые исследователи заявили, что там глубоко внизу, подо льдами, есть целые водные системы, связанные между собой обширными речными сетями. Вода появляется под ледяными щитами двумя основными способами, и из сталой воды с поверхности, стекающей по глубоким расщелинам, или при таянии льда у основания, вызванного естественным теплом Земли и трением, возникающим при движении льда. Благодаря новому открытию стало понятно, что подо льдами Антарктиды достаточно воды, чтобы создать огромные речные системы. В общем, теперь ученые могут более точно определить, как будет реагировать лед на дальнейшее глобальное потепление, и насколько может повыситься глобальный уровень моря. Самая глубокая точка Южного океана В 2019 году была обнаружена факторианская впадина, которая имеет глубину в 7 437 метров. Также была составлена новая карта Южного океана, составленная на основе более 1200 наборов данных гидролокатора. Она дала ученым самое подробное на сегодняшний день представление о морском дне, окружающем Антарктиду, включая его самую глубокую точку, факторианскую впадину. Ученые и исследователи до сих пор не представляют, как выглядит ее дно, но ученые надеются использовать карту морского дна для определения подводных гор, которые могут быть горячими точками для подводной жизни. Карта морского дна охватывает более 48 миллионов квадратных километров морского дна, что более чем вдвое превышает размер первой карты этого региона, которая была выпущена аж в 2013 году. Но насколько большой бы не казалась новая карта, она точно описывает лишь 23% площади региона, так что ученым еще предстоит много работы. Огромное лицо С помощью Google Earth в Антарктиде была обнаружена гигантская структура, похожая на лицо. Конечно, это может быть обычным совпадением или удачно сложившимися условиями, но факт остается фактом. Это лицо имеет потрясающую симметрию. По словам некоторых пользователей, это таинственное лицо имеет инопланетный облик, выглядывает из потающего снега гор в западной Антарктиде. Если хотите сами в этом убедиться, то можете просто ввести следующие координаты. Как по мне, это выглядит довольно интересно. Это лицо имеет широкий лоб, сплюшные глаза, нос и рот. При этом лицо достигает 600 метров в ширину и почти 1 километр в длину. Может быть это что-то, что осталось от древней антарктической цивилизации? А может это совсем не лицо, а какое-нибудь здание, спрятанное подо льдами? А что думаете вы? Миллионы рыбьих гнезд Ученые и исследователи на борту ледокольного судна в Антарктиде были поражены, когда увидели колонии из 60 миллионов гнезд ледяной рыбы, усеивающих дно моря Уэдала, которое находится у берегов западной Антарктиды. Их обнаружили случайно, с помощью видеозаписи с морского дна на борту научного судна, которое в первую очередь занималось изучением китов. Гнезда находились на расстоянии 25 сантиметров друг от друга и занимали площадью около 240 квадратных километров. На вершине каждого гнезда стояла рыбородитель для охраны. В каждом гнезде содержалось в среднем 1700 яиц. Эта колония – настоящий город. Как мы уже сказали, около 60 миллионов гнезд на площади в 240 квадратных километров, то есть как два Парижа. Почему рыбы решили забраться здесь в таком количестве, не ясно. Возможно, дело в том, что температура воды на 2 градуса Цельсия выше, чем в других районах моря. Помимо этого, район был усеян тушами ледяной рыбы, что позволяет предположить, что эта огромная колония ледяных рыб является неотъемлемой частью местной экосистемы и, скорее всего, служит добычей для тюленей моря Уэддала. Ряд странных идентичных объектов Если вы ведете следующие координаты в Google Earth, то на территории Антарктиды вы увидите целый ряд необычных идентичных объектов. Помимо этого, их очень сложно назвать природными образованиями. Ряд этих объектов достигает почти 2 километра посреди совершенно пустого пространства, где нет ни камней, ни скал и ничего другого. Если сильно увеличить это место, то можно заметить, что все объекты разные, то есть это точно не технический сбой карты, когда случайно скопировался и размножился один единственный объект. Самой правдоподобной версией, которую выдвинули пользователи, указывает на то, что на фото, скорее всего, попала антарктическая немецкая станция Кокнен Стейшн, открыта в 2001 году, действующая до сих пор и рассчитана на 20 человек. Официальные координаты базы действительно очень близки координатам странной линии, однако объекты в Google Earth совершенно не похожи на объекты этой станции, которые можно найти на снимках в интернете. Там нет ничего и близко похожего на длинный ряд строений, так как станция Кокнен Стейшн состоит из всего одного прямоугольного блока, так что тайны этих странных объектов все еще остаются нераскрытой. А в описании немецкой станции про них ничего не указано, хотя они находятся очень близко к самой станции. Если взглянуть на более ранние снимки, то можно заметить, что тут явно велись какие-то активные работы, что-то вывозили от станции к объектам или из объектов к станции. Чем же там занимались немцы в те годы? Возможно куда большим, чем изучением Антарктиды. В целом, загадку можно считать раскрытой, если узнать, что этот район входит в так называемую Новую Швабию, то есть место, где по легендам Третий Рейх собирался построить свои антарктические базы. Видимо, все-таки построил. Хотели бы вы побывать в Антарктиде? Или может быть вы уже там были? Расскажите в комментариях. А также не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.